Школьники городского округа Люберцы встретились с героем Советского Союза Геннадием Зайцевым. Прославленный командир группы «Альфа» подробно рассказал детям историю создания подразделения и поделился воспоминаниями о самых сложных антитеррористических операциях. Подробности в сюжете Луизы Егезарян. На его счету сотни спасенных жизней и успешно завершенных сложнейших операций. Благодаря его мужеству и безупречно оточенных навыков предотвращены трагедии и человеческие жертвы. Историю каждого теракта Геннадий Зайцев помнит в деталях. От даты и времени до именной фамилии преступников. «Альфа» – это первое антитеррористическое подразделение, созданное в системе безопасности Советского Союза. Часто задают вопрос, а кто предопределило создание этого подразделения. Вроде бы тогда в Союзе все было крепко, все было хорошо и все было надежно. Да, это действительно так. Но я напомню, что приближался 80-й год. Год Всемирных Олимпийских игр, которые должны были проходить в Москве. Всем, тот, кто занимался этой проблематикой, памятный событий 5 сентября 1972 года в Нелмхене. Штурм дворца Амина в Афганистане – Буденовск, Беслан, Норд-Ост. Об этих терактах слышал наверняка каждый. Но у этих десятиклассников была уникальная возможность узнать подробности из первых уст у человека, который лично вел переговоры с обезумевшими террористами. Он рассказывает четко, понятно. Мне понравилось. Я это все запомнил. Это вот у меня отложится в голове надолго. Столько эмоций просто не передать. А я снимал, я потом буду смонтирую это и, наверное, выложу в сеть. В своей речи Геннадий Николаевич, конечно, не смог не затронуть тему спецоперации. По его словам, Россия сейчас переживает крайне сложное время и сравнил события, происходящие на Украине, с Великой Отечественной войной. Тогда мы воевали с Европой, за исключением Великобритании. Она была худым, но союзником нашим была в той войне. А сейчас мы ведем войну со всем НАТО. А это практически получается, мы ведем войну практически со всем миром. Советы от героя Советского Союза каждое утро начинать с зарядки, вести здоровый образ жизни и, конечно, быть патриотом своей родины.